Добрый вечер! В эфире телеканал «Няполь». Как всегда в это время проект «Горячая православная линия». Христос воскресе! Говорю я вам и моему собеседнику, священнику Курганской парки, отец Андрей Крылов. Добрый вечер! Вадим, воистину воскресе, Христос! В следующие 30 минут мы снова приглашаем вас принять участие в нашей увлекательной беседе, наш телефон 512-185. Впрочем, как уже замечено более чем двухлетней практикой, количество звонков прямо никак не влияет на суть и содержание. Поэтому всегда мы стараемся взять какие-то важные темы. И вот прерывая немножечко череду бесед на церковную тему, на тему церковных праздников, мы знаем, что весна с первой половиной насыщена ими, мы решили, что и в этот раз, накануне 9 мая, не поговорить о тех, кто выполнил свой священный во всех смыслах долг, не поговорить о нашем понимании и в значении Великой Победы, не поговорить о том, что же изменилось с тех пор в человечестве, и как сейчас мы относимся к войнам, мы не можем. Поэтому наша тема, друзья, это 9 мая, Великая Отечественная война, в частности. Еще раз наш телефон 512-185. Ну, чтобы в ступени толочь, вот одни и те же вопросы, постараемся сразу переходить к значимому, то, как правило, с чего начинают свои вопросы. Вот противники подобного обсуждения, скажем, представители, возможно, других даже религиозных конфессий, и так отношение православной церкви к войне, точнее, ее принятию или неприятию как таковой. Ну, прежде всего, сразу давайте коснемся определений. Война есть зло, церковь говорит однозначно. Но она же является, как бы война, это скрытое проявление такого, вернее, проявление скрытого недуга человеческого. Мы помним первое убийство, которое совершилось, да, Каину Белавеля, и дальше уже развивается геометрическая прогрессия. Ламех изобретает оружие, строит города, огораживает свои жилища, появляются города, то есть он уже боится мщения своих врагов и так далее. То есть человек начинает уже вооружаться. И вот эта скрытая ненависть братоубийственная, она проявляется как раз в форме войны. Вот. Но и войне, нужно сказать, что вообще отношение к войне, конечно, отрицательное. Но бывают моменты, когда война является неизбежностью. То есть существуют некоторые факторы, ну, так скажем, характеризующие справедливую войну. Это традиция западного богословия, но она принимается и православной церковью. Потому что эта традиция формировалась как раз в то время, когда еще церковь не была разделена. Это IV век, вот Блаженный Августин. Ну, мы должны понимать, что эти изречения, которые мы сейчас используем, они, когда они писались, и какие тогда были войны, и какая технология была ведения войны, да, сейчас совершенно все другое. Были не тотальные войны, в основном. Грань между справедливой и агрессивной войной настолько тонка, что церковь порой не сразу может дать свой ответ на то или иное действие каких-то стран. Поэтому церковь осторожно к этому подходит. Но есть общее определение, которое вот существует. Особенно, я думаю, многие зрители заинтересовала, ну, пусть уже и полуторатысячелетняя, но все-таки трактовка справедливой войны. Мы знаем, что особенно в наш век слово «справедливость». Да, ну, видите, война, да, война, есть появление, само слово «справедливость» полторы тысячи лет назад, и сейчас понятие очень размыто. Что есть справедливость, да, что это, что имеет, Запад считает справедливостью, и что, например, считает православное христианство справедливостью. Вот, и от справедливости, от восстановления справедливости до проявления мести, я думаю, что меньше, чем один шаг. Вот, что можно перейти, а Господь этого запрещает. То есть война не должна вестись ради мести, ради похоти, алчности, вот, жадности. И вообще о справедливой войне можно судить по отношению армий к пленным, к старикам, к детям, вообще гражданскому населению. Вот возьмите любой конфликт, когда скидываются килограммы взрывчатых веществ, просто не разбирая. То есть и гражданское население гибнет, и военные объекты гибнут. Возьмем Сербию, несчастную, бедную, которая пережила вот этот конфликт. То есть там и монастыри страдали. Ну, разве те, кто запускали ракеты, они с таким точным оборудованием, они не знали, куда их пускают. Наверняка знали. Но цель была другая. Да, они все говорили с тем, что у них бомбы с инфракрасной валидой. Да, тема была другая. Они, нужно было убить дух в народе, то есть сломить дух. То есть бьются монастыри, подрывается духовный корень. Но вот это является несправедливой войной, это неправильно. Гражданское население не должно. То есть выясняют странные отношения, но гражданское население странные отношения. Это раз. А второе, война должна быть объявлена в том случае, когда уже все средства исчерпаны. И все дипломатические способы, способы примирения, каких-то компромиссов. И только тогда объявляется война. Будет ли она вестись на чужой территории или на своей территории. Мы видим, в наше последнее время, такого, наверное, очень редко происходит. Когда пытаются сдержать. Ну, знаете, кажется, одному из древних мыслителей древности принадлежит изречение. Хочешь мира, готовься к войне. Есть масса, кстати, афоризмов и мудрых вещей. Да, что война, в том числе лишь трусливое бегство от мирного решения проблемы. В целом, мы знаем, что большинство государств, невзирая на, скажем, современное моральное состояние, находится перманентно всегда в состоянии подготовки к любым боевым действиям. Ну, я вас даже хочу огорчить, что Священное Писание не говорит нам, что войны закончатся. Наоборот, Господь говорит своими причистыми устами в Священном Писании, что они будут до скончания века. И перед приходом Спасителя будет война. То есть войны будут, потому что это заложено у греховного природа человека. Но сдержать его, войну, или не начать, или начать, это уже во власти человека. То есть человек свободен выбирать. Есть другие способы устранить конфликт, нужно их использовать до последнего. Да, тем более, что само слово война теперь понимается несколько иначе. Но мы все-таки, возвращаясь к началу, в канун 9 мая, наверное, должны особенно поговорить о Священной войне, о Великой Отечественной, как она для нас в центральном эпизоде Второй мировой войны. Хотя тогда она еще не была Второй, она стала, собственно, называться уже, да, по сравнению с периодом переполнения 20 века. Часто вот мы, говоря о той эпохе, вспоминаем о том, что и священнослужители принимали активное участие в боевых действиях. Кто-то, мы знаем эти истории, подносил снаряды в каких-то артиллерийских частях, а кто-то непосредственно даже был с огнестрельным оружием. И вот у этих эпизодов в истории есть масса противников в церкви. Ну, видите ли, в чем дело. Церковь не запрещает брать в руки оружие, когда речь стоит о защите жизни ближнего. То есть, кто душу положит за други, своя. Я могу привести пример. Вот в регулярной армии в 41-45 годах, вот, будущий патриарх московский СССР УСИ Пимин, а он являлся ермонахом с 1932 года, ермонахом, то есть это был священник-монах. Вот, фамилия у него Извеков, он командовал, был командиром заместительного коммунира роты. Ну, то есть, это не просто штабист, да, это же боевой офицер. Вот, и так далее. То есть, насильник Псково-Печорского монастыря Алипий Ворон воевал 4 года, оборонил Москву, был ранен, награжден орденами. И много-много, мы если будем приводить, вот, будущий митрополит Калининский и Кашинский Алексей Коноплев был вообще пулеметчиком. То есть, у него расчет был всю войну прошел. Ну, тут, когда речь идет о защите своей чести, священник не имеет права. Вот, а когда объявлена война, и тем более война была объявлена, ведь Сталин был не глуп, он понимал, что такое слово священное, объявить войну священной. Вот, наверное, год учебы в семинарии Тифлийской, наверное, как-то дал ему что-то понятие. Вот, человек испугался, понял, что нужно что-то отменять в духовном мире, в духовном плане, вернее. Ну, мы знаем, что большинство споров сводится, вот, как раз-таки, к восприятию, вот, через подобную историческую призму, нарушение одной из главных заповедей – не убей. Ну, здесь, я же еще раз объясняю. Ну, вот, война – это зло. Но, когда речь стоит о защите ближнего, нет больше любви, сказал Господь, кто душу положит за друзей своих. И, если мы внимательно Евангелие почитаем, так называемые непротивленцы, вот, они, такая доктрина у них, что, нельзя противиться злу, зло может победить только добром, и приводит известную фразу Спасителя, это Матфея, 5 глава, 39 стих, когда Спаситель говорит на горной проповеди, что «аще кто ударит тебя по щеке, подставь ему другую». Ну, опять же, а если мы внимательно Евангелие все прочитаем, сам же Спаситель эту заповедь не соблю, получается. Как? А когда его привели на двор Каиафе, слуга первосвященника ударил его по щеке. Это вам я скажу, это Иоанна, 18 глава, 23 стих. Я говорю тем, кто хочет проверить мои слова. И он говорит, что «почему ты меня бьешь? Если я сказал добро, почему ты тогда меня бьешь? А если я сказал плохо, скажи, что я сказал плохо». Ты же ничего не говоришь, просто бьешь. То есть, а Господь не подставил ему вторую щеку. Эти слова, почему здесь кроется как бы ошибка? Это не ошибка. Эти слова мы должны воспринимать, слова Спасителя, как вообще Священное Писание, ни в коем случае не буквально. Это именно духовное обращение к нам, духовная заповедь. И вот преподобный Амвроси Оптинский, он примерно так толкует это, что когда ты подставляешь левую щеку, да, вот, вернее, кто подставляешь правую щеку, это нанесение оскорблений лично тебе. А что такое подставить левую щеку? Это вспомнить свои грехи. А ты вспомни, может быть, ты достоин этой оплюхи. Ну, не перед этим человеком, а перед другим. Если каждый из нас действительно будет вспоминать… Искать прежде всего. Искать прежде всего в себе вину, да. То он будет оправдывать того, кто его ударил. Вот, но когда речь идет о государстве, о чести, вообще о вере даже. О нации, да. Я как человек, да, я, может, заслужил своими грехами. Но при чем тут вся нация? Вся нация-то, а церковь при чем? Церковь надо защищать, нацию надо защищать. И вот очень хорошо сказал святитель Филарет Московский. Люби врагов своих, сокрушай врагов Отечества и гнушайся врагами Божьими. Видите, как вот золотые слова. Вот поэтому, когда речь идет о защите Родины с оружием, то, когда объявлена война, священная война, когда действительно строятся казематы, камеры газовые уничтожаются сотнями, тысячами. Люди ни в чем не повинны, гражданское население. То есть, мирное, сразу же страдает мирное население. Бомбят Киев, да, война начинается. То есть, вот агрессия сразу проявляет. То есть, ни о какой справедливой войне речи быть не может. Значит, если была объявлена заранее война, вынесение претензий. Как раньше было. Как раньше было. Мы, например, выступил бы Гитлер. Я не знаю бы, как пошел ход войны. Если бы он выступил, сказал, мы против коммунизма. И вот объявляем какие-то претензии советской власти. Освободите людей. Нет, мы нападем на вас. Я не знаю бы тогда, как реагировало бы имя населения. А когда идет агрессия, когда убивают детей, убивают ни в чем не повинны женщин, только за то, что ее муж служит в армии или является командиром роты или полка. Ну, просто командиром. Это же известно, например, многим, что это жена офицера. Ее за это убивают. За что? Что она сделала такого? И так же и многие-многие другие, те же бедные иудеи, которые сжигали в этих камерах. Да и не только их. Ну, чем они виноваты были? Что они воевали, что ли? Знаете, мне кажется, что как войну не называй, вернее, по-другому, священной, если назовешь войну, то она только от этого-то священной не встанет. Не совершенно верно. На чем базировалась, скажем так, наша победа? Ну, не секрет. Я думаю, со мной никто спорить не будет, если я скажу, что победил народ здесь прежде всего. На своих руках, своей крови, плоти он вынес эту победу и подарил нам, собственно, жизнь. Это, наверное, нужно говорить в течение всей программы. А вот как шли солдаты в бой? Я знаю очень многих ветеранов, я уже молчу про эти пресловутые 100 грамм, многие пили, кто-то не пил, вот почему-то на этом часто акцентируют внимание, а кто-то действительно с ружьем или с пистолетом, если это был офицер, с фразой «за родину, за Сталина» прежде всего бежали на войну. И вот спустя многие годы, когда многие представители священства говорят, что это все-таки пора была богоборческой, Сталин как главный в этом смысле представитель террора. Опять же, Сталин же и... Сталин же и победил. Сталин же открыл церкви, разрешил исповедовать веру, то есть... То есть это как переполняет? Ну, не то, что переполняет. То есть это говорит о том, что все-таки истина немножко дошла до человека, то есть он понял, что нельзя так задавить совсем веру. То есть бог же может... Наверное, понимал, что не спущено. И Гитлер церкви тоже открывал на оккупированной территории. Это было временное явление, потому что есть, я сам читал, резолюция Геббельса, что временно, пока идет война, чтобы мирное население успокоилось, потом всех уничтожать. Превратить славян, превратить в рабов. Все. В рабочую силу, бесплатную, дешевую рабочую силу для добычи нефти, угля, газа. Ну, понятно. Ну, так ли это важно? Возвращаясь к лозункам, девизам, с чистой верой во что, солдат шел умирать. Не все крестились. Кто-то верил в... Я вам даже так скажу. Я могу задать вам вопрос. А вы были в голове у того офицера, когда он со своим пистолетом на ремешочке бежал за родину, за Сталина, а в голове говорил, господи, помилуй. Он же не мог крикнуть это вслух. Знаете, дед моей жены, который и мой дед, собственно, с финской еще начинали, когда мы как-то спросили, уже в возрасте 92-х лет, скажи вот честно, ты кричал за родину, за Сталина? Нет. Ты перекрестился? Нет. А что ты крива? И он выругался. Он сказал словосочетание по отношению к врагу. Я с этим пошел. Войну, я вам так скажу, что мы, если не будем касаться, конечно, этих тем, там, вот, галичины и так далее, в каждом, в каждой войне есть отвага и есть трусость. Почему это происходит? Потому что, я уже говорил, что душа человеческая, природа человеческая испорчена грехом. И в ком-то это проявляется больше, в ком-то меньше. Я не скрываю, я тоже, у меня оба деда воевали, оба остались живы, сейчас у меня, конечно, они приставились. Вот, оба прошли всю войну. Ну, и я очень много слышал таких историй, будучи мальчиком, все у деда спрашивал. И он говорил, что были и случаи мародерства, и нехорошего поведения в отношении даже нашего населения, в связи с солдатами, я уже не говорю, на освобожденных территориях Польши, Германии, вот, но не все же это делали, да? Были и случаи расстрелов. Но и не в таком количестве. Не в таком количестве, да. То есть, кто-то, вот, идет, у кого-то погибла семья, да? Кто-то уже воюет, просто исполняя свой долг, а кто-то уже месть имеет какую-то, понимаете, начинает. Око за око. Око за око, да. Вот поэтому в царской, например, армии всегда были капелланы, которые читали, ну, то есть, священники, которые не постоянно находились при военных частях. А советские политруки были? Ну, в своем роде, да. Они именно вот и проводили такие беседы, чтобы не было, чтобы человек воевал без агрессии. То есть, нормально относился к мирному населению, завоеванный даже, там, оккупированной территорией, которая была, к пленным. Ведь на Руси всегда считалось, никогда не убивали пленных. Вот. То есть, относились, все, за оружие сложил, все, иди. Там потом разберутся, что с тобой, там, поменять тебя на кого-то там. Ну, вот, но относились всегда. А было такое, что, ну, всякое было. Война есть война. Война – это зло. А зло проявляет себя в разных, вот, так скажем, категориях. Но вот этот принцип, вот я не заявил, око за око, зуб за зуб, он порицается, естественно, церковью. Хотя бы, вы очень хорошо пример перевели, я тоже хотел привести, когда многие солдаты, прошедшие всю войну, узнавали из писем, что их вся семья и все их дети погибли. Или уж, и не дай бог, еще даже не во время военных действий, а уже в царестной зоне оккупации. Вот многие спрашивают, а что, я не имел морального права вот за это, вот этих вот, сделать то-то, тот. Ну, это проявление мести, это проявление агрессии. Вот, простите. Когда солдат ведет войну, он, как бы, воюет и за свою семью, и за всю страну. Вот, получается, то есть он не должен проявлять месть. Око за око – это ветхозаветный принцип, да? Вот. Ненавидеть нужно врагов, но не должно быть агрессии, не должно быть проявления такого же зла. Вот этот момент очень важен. Говоря еще о символах Великой Отечественной войны, не без боли в душе, конечно же нужно вспомнить о том, что ряд некоторых, я бы сказал так, деятелей современности, не буду давать им никакую окраску, до сих пор выступают, являются противниками использования символики, исторической символики победы Великой Отечественной войны даже во время парадов. Вот, не будем называть фамилии, но вы наверняка слышали эти разговоры. Там вот, что без серпов и молотов, и так далее. Можно себе представить, насколько это глубокое искорбление ветеранам, ведь Красное Знамя Победы, я знаю, что вы лично со мной согласны, сейчас об этом скажете, является символом Победы. Его водружали над Рейхстагом. Оно было как все. Как-то пытаться... Я очень лояльно к этому отношусь, хотя сама Пятиконечная Звезда, я знаю, что это за символ, чей символ, но был такой период, когда мы жили в нерелигиозной стране, даже в безбожной стране, даже скажем, я не повисе этого слова, но другой армии, христианской православной армии, у нас не было. У нас была Красная Армия, у которой были свои символы. То есть, если мы, например, сделаем, так скажем, такой музей, а в принципе, что сделаем? Он же есть в Москве, музей вооруженных сил, да? Вот. И там атрибуты есть различных сражений, да? Ну, если знамя в Париже водружали с царским гербом, то оно, наверное, в музее такое и сохранилось. Оно стоит, его же никто не уничтожал. Если Дмитрий Донской побеждал, у него были знамена церковной хоругви, то тоже и свои фамильные гербы, тех князей, которые участвовали, тех городов, которые даже участвовали вот в этой битве, то мы же не будем тоже менять эту символику. И если Великую Отечественную войну победила армия, спасла свою страну армия, которая имела... Да и не только страну, давайте. Да и не только страну, да, можно сказать, весь мир, как мы говорили, от коричневой чумы, да. Хотя, вот. Ну, если была такая символика, то я... Ну, пусть она будет, ну что ж. А на что ее поменять-то? Да и зачем, главное? Ну, и зачем, да. Ну, находится, находится. Да, пусть она стоит. Их единицы к десятке. Пусть она стоит в музее. Будем ходить, смотреть, вспоминать, не будем забывать. Ну, и на Кремле далеко не кресты стоят. А раньше стояли кресты. Сейчас звездочки. Вот, пожалуйста. Ну, это, кстати, разговор немножечко в другом контексте. Что менять, опять сносить, опять ставить, опять менять, сносить. Ну, да, там столько бриллиантов. Мне кажется, тогда просто народ потеряет историческое самосознание. Если начали каждый раз что-то менять. Ну, память, я все время говорю, память должна быть не только хорошей, но и память о плохом должна оставаться. Тем более... Чтобы объяснять детям, нашим внукам, правнукам, хотя бы кто такой Ленин, что это было за большевизм, что это была за революция. Вы своим детям объясняете? Да, обязательно, обязательно. И мои дети знают прекрасно. Хотя в школе... Ну, благо в нашей стране есть всегда возможность показать. Владимир Владимирович. Да. В школе история может преподавать одно исторические вот эти учебники школьные. Но я своим детям всегда объяснял, что было, как жила страна до революции, до этого переворота. И как жила после, и как мы жили, и что изменилось. То есть, скрывать не надо, есть правда. Ребенок обязательно задаст вопрос. Вот ваши дети подрастут, скажут, что это за дядя стоит. Ну, этот хорошо с бакенбардами, это пушкин. А ты вот этот лысый с кепкой в руке, постоянно указывающий на церковь. Вот так их ставят всегда. Да, так или иначе. Когда меня спросят дети, я думаю, я найду им, что ответить. Главное, чтобы поняли все наши зрители, которые сегодня увлечены вашим рассказом, вот даже сегодня. А возможно, даже хорошо, что нет сегодня такой активности звонков. Мы можем как-то убедительно что-то вот зерно это оставить. Я все же напомню наш номер 512-185. Если хотите чем-то возмутиться, ну, всякое бывает. Или, напротив, выразить солидарность, звоните 512-185. И завершая тему отношения к той эпохи, церковь ведь проявляет свою, так скажем, в кавычках, лояльность, когда проходят службы, совершаются молебни на всех убьенных, во время Великой Отечественной войны. Мы знаем, что далеко, ну, мягко говоря, далеко не все из них, не то, чтобы они были крещенными, а в принципе... Совершенно верно. Дело в том, что церковь на каждой своей службе, начиная от молебны до божественной литургии, только не касаясь проскомедийных молитв, где упоминаются только верные христиане, крещенные в православной церкви, на всех службах молятся за власти, придержащие воинство, армию, народ. И о покоении молятся о всех воинах, души свои на полях брани за веру, вот, народ положивших. Ну, за веру царя Отечества положивших, за народ. И далеко не все церковь понимали, даёте себе отчёт, понимают, что далеко не все были крещённые и даже далеко не все были христианами. То есть, это были мусульмане, но они состояли в армии. Они тоже полагали душу свою. Мы знаем, что в царской России был очень известный чеченский полк, который воевал... Чеченский, кстати. Именно чеченский, да, который был очень передвижной, такой, конный. И они были, в основном, все мусульмане. Вот, ну, и за них молятся. То есть, они тоже, получается, получается молятся. Это тоже была часть царской армии, которые охраняли южные границы вместе с казаками кубанскими, проявляли себя очень преданными и верными служению царскому престолу. И за них церковь молятся. Но мы знаем, что в советской армии, если уже говорить не о религиозных признаках, были люди разных социальных категорий, в том числе составлявшие штрафные роты и батальоны, хотя в последнее время, благодаря кинематографу, здесь есть небольшая путаница, когда нам показывают это все. Тем не менее, да, многие туда попадали, как показывает история, по иным соображениям. Все же были, и мы знаем, и преступники, и люди, проявившие то же самое малодушие, вот уже с церковной точки зрения, покинувшие пульбу. Все они попадали туда, кто-то гиб, кто-то выживал. Тем не менее, они выполнили свой долг и тоже заслуживают молитвы. Ну, если они погибли, да, воевали, то они, конечно, церковь, они просто попадают под молитву после уже. То есть церковь молится за всех воинов, и все попадают под эту молитву. То есть те, кто сражался за Родину. Ну, а что касается штраф батальонов, ну, телевидение, кинематография современная, она нам предоставляет с разных точек зрения. И как положительную сторону, и как отрицательную сторону. Но тем не менее, тем не менее, лицам, находившимся в тюрьмах, в лагерях, им была дана возможность доказать искупительную. То есть с голоду помирать в тюрьме, или действительно, и люди добровольно шли. И многие шли, конечно, с корыстной целью, там, вдруг убежать, может, или переметнуться. Или под амнистию попадут. Под амнистию. Вот, да. Но многие шли действительно за Родину сражаться, да. Как вот мне нравилось фильм. Вор, вор, но это кино было. Иван Васильевич имеет профессию, да. Когда, что они требуют? Кемскую волосы? Отдайте. Он говорит, вор, который всю жизнь воровал, говорит, что ж ты делаешь? Это ж русская земля, наша. Вот, то есть, представляете, вот. И вот примерно такое же и во время войны было. Люди, которые жили преступлением, воровством, грабежами. Они что-то просыпало с них, они думали, ну, другого способа, как бы, нет искупить действительно вину. Хотя бы пред Богом. Да, и спасибо им за все то, что они... Ну, о жестокости этих батальеров, конечно. И, скажем так, в завершении нашей программы уже немножко о современном положении дел. Мы знаем, что за это время, даже за этот короткий период, второй половины XX века, изменилась как сама тактика ведения боя, само понимание войны, в частности. Мы знаем, что теперь войны реже ведутся на сопредельных государствах. Ну, там, Индия, Пакистан, Ближний Восток, у него очень много появилось так называемых локальных выездных войн. Я не хочу их разбирать с географического признака, да, уж тем более о нефти говорить. Но часто звучит лозунг. Вот в той или иной стране попираются демократический принцип. И вот мы идем их туда отстаивать за свободу. Можно ли здесь ставить знак равенства или хоть какой-то пример? Я думаю, что ни в коем случае, потому что понятие демократии вообще, оно, ну, так скажем, этот лозунг, он искусственный. Этим лозунгом порой самые настоящие агрессивные войны прикрываются. Вот. Я все время вспоминаю Сербию. Какое было там попрание демократии? Где? То есть... Ну, они косовыми, видите ли. Ну, понятно, да, это отдельные регионы. Вот. Но, тем не менее, задача была поставлена, страну разделить, разгромить, что, в принципе, и было сделано. И сменить власть. И любой, любой, вот такой локальный конфликт, он, в принципе, ставит себе такие цели. Ну, не нравится им эта власть, не можем мы с ней договориться. Ее меняют. Меняют как? Вот так. Создают структуру, которая внутри начинает какие-то действия революционные проводить. А потом, о, так мы поддержим, это же защитники демократии. И мегатонный бомб туда. Все. Поэтому демократия восстановлена. Вот поразительно, что мы вот все-таки, наверное, скажу, наблюдая за событиями, которые развернулись на африканском континенте, наверное, мало кто из наших зрителей не задал себе вопрос. Ага, отлично, так, они приняли резолюцию, решили, так, все, направляем туда вооруженные силы. Мало кто слышал действительно ливийское мнение, скажем, кроме того, что нам подготовили. Где гарантия в том, что вот эта защита демократии, не дай бог, я ничего не призываю, вот эта резолюция не коснется тебя. Никакой гарантии нет. Я не понимаю, почему вообще весь мир так спокойно относится к себя избравшему жандармам земного шара. Вот им кажется, да, там, НАТО, этим Америке кажется, что попрана демократия. Это вот мы как-то говорили о европейских нормах, касательно юстиции детей, если друг в чужой монастырь. Со своим уставом не ходит, да. Да. Будем на этом завершать, у нас буквально пару минут, и я хочу, чтобы мы, глядя, прежде всего, в глаза наших зрителей, уделили это время поздравлению с наступающим великим праздником Великой Победы. И я бы еще хотел поздравить наших женщин с православным, так скажем, днем. Жен Мироносец. Это днем Жен Мироносеца, грядущее воскресенье, которое будет, и всех ветеранов, вообще всех военных хочу поздравить с нашим величайшим праздником, днем Победы. И, как сказал герой известного фильма, такого очень патриотического, я считаю, фильм «Туман», про современную армию, когда они попадают в прошлое во время Великой Отечественной войны, он сказал, что этот праздник будет самым большим праздником, даже больше, чем Новый год. То есть в понятиях людей, что Новый год, веселятся все, он говорит, что 9 мая, он в прошлом говорит о том, что будет в будущем. То есть уже оттуда, он говорит, что это будет самый великий праздник, что эта победа будет для нас самой драгоценной, самой светлой. И он говорит это умирающему на его руках, вот уже дедушке, который, конечно, не доживет. Так оно и есть, действительно. Мне остается только присоединиться и всему коллективу телеканала «Неполь» к тому, что было сказано вами, уж не знаю, встретимся или со зрителями, до уже, обязательно после, здоровья вам прежде всего, дорогие наши ветераны, здоровья. И еще раз выражаю благодарность за то, что вот у нас с вами в частности есть такая прекрасная возможность сегодня в этой студии об этом говорить. Оставайтесь с нами, через неделю по настоятельным просьбам наших зрителей мы начнем основу цикла острых социальных программ. Возможно, коснемся того, что не любим, чего не любим касаться, но клиент, в этом смысле зритель, всегда прав. На этом все, еще раз с наступающим праздником оставайтесь на телеканале «Неполь». До свидания. Христос воскресе. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok